всем привет это обзоры лего его аналогов от колен красный и сегодня у меня в обзоре набор лего серии звездные войны под артиклом 75 334 который называется нас убиван кеноби против дарта вайдера в наборе у нас 408 деталей 4 мини фигурки розничная его цена 49 долларов и год выпуска его август 2022 года данный набор у нас вышел в то время когда в россию не поставляется официально наборы лего я купил этот набор за четыре с половиной тысячи рублей на авито у продавца который видимо имеет возможность поставлять и покупать наборы за границей считаю что цена в четыре с половиной тысячи рублей достаточно дорогая для данного набора потому что 408 деталей это даже меньше по моему на 30 деталей чем тот же тай файтер который был примерно в такой же коробке но как мы знаем цены на лего сами по себе выросли за границей что естественно сказалось и на цены здесь внутренние в россии и даже на цены которые перепродают продавцы но хочу подметить что цена в четыре с половиной тысячи рублей самая низкая была на авито и поэтому этот набор я решил все-таки взять данный набор у нас посвящен сериалу кеноби который вышел не так давно скажу вам сразу мне сериал понравился да в нем есть некоторые непонятные моменты порой даже смешные глупые но в целом сериал мне очень понравился там были те моменты которые я хотел увидеть и они мне очень зашли ну а если вы другого мнения пишите в комментариях я обязательно их почитаю и отвечу подписывайся на канал чтобы не пропустить обзор на все новинки лего и его аналогов приятного просмотра так вот данный набор у нас изображает конец третьего эпизода где произошла первая дуэль именно в этом сериале между кеноби и дартом вейдером на планете мапуза и здесь мы собственно видим данную дуэль я могу отнести данный наборок под серии дуэли звездных войнах последнее время очень часто у компании лего участили скажем так небольшие наборчики связанные с дуэлью основных каких-либо персонажей и я хочу сказать что это вполне себе очень хорошая идея вопрос то как ее правильно реализовать данном случае фанаты весьма неоднозначно встретили этот набор потому что если на нее смотреть прямо вот так то он выглядит достаточно пустовато но как я всегда говорю нужно смотреть себя вживую перейдем к дизайну коробки мне очень нравится что лего в этом полугодии в новом году обновилась вот таким темным цветом он достаточно приятный молодцы сменились белого на темный но посмотрим что у нас будет следующем году у нас классические представленные мини фигурки представлена скажем так к чему конкретно относится данная подсерия по звездным войнам здесь у нас представлен кеноби и дарт вейдер к сожалению пока еще олеговцы не сделали нормальных световых мечей и представлен дизайн но сзади что-то непонятное скорее всего это та самая планета мапуза где у нас произошла дуэль это было что-то вроде как ультин рудников или что-то типа такого но здесь у нас представлен не все основные функции давайте посмотрим сзади коробку ну набор дуэльный как говорил чуть ранее значит у нас имеется функции дуэль ну мы видим что здесь можно будет поворачивать наши мини фигурки также можно будет достать лаву специальным механизмом и можно будет откинуть тоже детальки с горящим огнем в принципе по функционалу набор достаточно ограничен но это что-то вроде промежуточного между дуэлью и стендовым набором также хочу сказать что коробочка достаточно весисто я думал она будет весь намного меньше она здесь 408 деталей и наверно за счет того что здесь очень много больших деталей лего он весит увесисто на мое большое удивление нас ожидало 4 достаточно весомых пакетика и я скажу что по заполняемости коробки коробка была заполнена более чем на 70 процентов может даже 80 то есть воздуха там наставили нам очень мало итак у нас 4 пакетика по факту но по нумерации у нас их всего лишь 3 3 небольшой самый большой 2 1 и маленький вот такой пакетик с маленькими деталями инструкция в общем вот так у нас выглядят новые инструкции я не знаю это печально или нет стоит ли обращать внимание но раньше раньше было полностью все изображение у нас такое же как на коробке без вот этого белого и не было это просто отрендерная картинка ну как то смотрится головато так давайте посмотрим на что у нас внутри у нас как всегда классические 3 пакетика у нас имеется сборка наших мини фигурок и у нас показано соответственно поэтапно вот эта сборочка когда у нас мини фигурка двигается это прикольно это хорошо давайте посмотрим что у нас конце в конце у нас список деталей я хочу сказать что вот этот набор достаточно богатного такие интересные сероватые детали из которых можно потом делать крутые самоделки ну в принципе как описали мои подписчики под анонсом данного видео зачем я купил набор деталей отчасти они правы я соглашусь здесь просто набор деталей который вполне потом мне где-либо может пригодиться ну и финальная картинка как должен выглядеть наш набор что ж давайте мы все это соберем итак набор собран и я хочу вам сказать что первое мнение как правило всегда ошибочно этот набор определенно интересный и стоит своего внимания но как мне показалось здесь все довольно таки детально несмотря на эту пустоту и все на месте но а самой постройки мы поговорим чуть позже а сейчас перейдем к самому интересному к мини фигуркам данного набора здесь у нас их целых четыре и первыми фигурка тала дурит разочаровавшийся в идеологии империи женщина-офицер помогающая обивану кеноби что ж я могу сказать что это самая обычная посредственными фигурка в данном наборе потому что здесь просто имперский офицер с лицом женщины мне радует безусловно это новая кепочка которая уже давно выпускается она более каноничная меня также радует разнообразие имперских офицеров и что у нас сзади имеется принт на торсе но лего хотелось бы конечно видеть немножко и принтиков на ногах или хотя бы на руках а так фигурка самая обычная следующая фигурка уже новая и куда более интереснее это новый вид дроидов net b данный робот не напоминает что-то среднее между дроидом l3 лэнда кларисина и дроидом из фильма город героев но есть какая-то у них схожесть вот эта часть дроида является монолитной просто надевается нас на торсик но по классике она также у нас является новой уникальной деталью сзади у нас дроид тоже имеет небольшую принтованную детальку это видимо какой-то аккумуляторный рюкзачок но мне очень радует данный робот потому что у него очень интересная окраска очень интересно выполнена рука левая то что накрашена в синий цвет и интересные аксессуары если что данный молот я уже сразу сам модифицировал но и как мне фигурка выглядит без своего главного аксессуара и вот так фигурка у нас выглядит без головы и торса точно с обычный черный торсик и две руки разного цвета но фигурка очень прикольно мне очень понравилось полу уникальный дарт вейдер почему полу уникальный потому что вообще было заявлено что это новая фигурка дарта вейдера но не совсем но у нас только здесь лицо энкина skywalker под маской но не чуть позже мы поговорим а все остальное тело нас прямиком из других наборов это набор с бакта камеры и набор с двери на биспине у нас уже ранее выпускался повдобный вейдер с такими принтами что леговцы в очередной раз делали они обесценили уникальную фигурку вейдера но на самом деле я хочу сказать им за это спасибо потому что те наборы в действительности были очень дорогими и не каждый мог себе позволить но а этот набор более менее относительно дешевый по сравнению с теме сейчас и мы можем купить новую фигурку вейдера хотя я думаю сейчас леговцы будут сувать в каждый набор где будет вейдер в чем уникальность данной фигурки это в том что у нас впервые здесь появились принты на руках да вы видите что у нас принтик на руках замечательно смеется наплечник очень интересный хороший и вот такая печать на руках но это не главное самое главное что у нас наконец-таки появилась печать сзади на торсике папам вы только посмотрите печать сзади на торсе и и практически там никогда по моему и не было если что слева у меня вейдер из набора трансформации и вы видите что печати там нету то еще нового в данном вейдере это новый старый плащ нам вернули старый твердый тканевый плащ я не знаю почему но вот он снова здесь заметьте эта версия у нас из трансформации здесь очень и интересно хороший мягкий плащ который со временем не будет так сильно замят как вот эта версия я не знаю во всех ли это наборах сейчас встречается но данный плащ меня явно не порадовал потому что со временем он затрется вот тут будут такие белые пролежни и это будет выглядеть не так хорошо как вот этот плащ он набор по моему тут 14 15 года и он до сих пор сохранился в идеальном состоянии ну и самая новая деталь это голова энки на скайуокера ака дарта вейдера но я бы не сказал что здесь мы можем узнать лицо энки на скайуокера скорее всего здесь просто лицо обгорелого мужика да это дарт вейдер до прошло 10 лет ожоги зажили но не сказать что схожесть очень хорошие но и особо придираться тоже наверное нет смысла давайте сравним с предыдущей вот такой подобной версии мне фигурку и так вейдер справа у нас из набора трансформации здесь мы видим что здесь еще есть имеется лицо энки на скайуокера более-менее узнаваемо а здесь у нас все-таки уже прошло 10 лет и вейдер немножко изменился но если вот так вот сравнивать то реально респект теперь у меня есть два обгорелых дарт вейдера энки на скайуокера но и самая главная фигурка данного набора это убиванки ноби здесь безусловно все шикарно мини фигурка полностью соответствует своей сериальной версии и у нее все хорошо за исключением того что леговцы немного накосячили видите принтик немножко уехал вниз а должен быть чуть выше и мы еще с вами спорим делать ли плохо китай но сейчас не об этом мини фигурка реально очень хорошая по максимально пропринтована для такого набора здесь у нас имеется принты на ногах и принты сзади и очень интересная новая прическа вроде как бы это новая прическа я не могу утверждать но лично у меня такой не было не сказать что она очень сильно соответствует своей сериальной версии но все же спасибо им за это и у нас два выражения лица вот такое небольшое добренькое слегка добренький у нас бен кеноби и вот такое злое лицо кеноби чего мне не хватает данными фигурки так это вот этого плаща который здесь у нас он конечно убран но на наборе на наборе на коробке набора было показано что имеется плащ я бы очень хотел иметь дополнительно такой плащ чтобы мини фигурка полностью соответствовала сериальным моментом теперь перейдем к самой постройки как я говорил чуть ранее она удачная она в действительности очень хорошая но давайте начнем с того что где у нас происходило дуэль это было что-то типа пыльного какого-то рудника где что-либо добывали не знаю какое-то специальное вещество которое легко возгорается как мы потом поняли и там в действительности был вот такой рельеф это к тому почему леговцы сделали дуэль именно по этому моменту они по моменту из последнего эпизода потому что здесь тупо больше мини фигурок и можно хоть какое-то сделать более менее интересное разнообразие потому что если делать уж дуэль по последние дуэли из последнего эпизода то там должно быть что-то типа моей самоделочки очень маленький наборчик с не очень интересными локаций сама постройка в действительности очень большая и очень широкая она скажем так у нас имеет freeform то есть она у нас не обрамлена никакими рамками хотя последнее время у леговцев очень хорошо получается делать диорамные наборы но мы здесь видим обычные такие скалы которые свободной форме расходятся если сравнить набор длину то он чуть длиннее чем мародер ну вы видите прекрасно что мародер у нас немножечко меньше кто бы что не говорил о функционал данного набора присутствует и он присутствует именно игровой ну во первых давайте мы начнем с того что здесь у нас имеется вот такие небольшие диджейские установки я их называю которые можно вполне себе крутить и ребенку ребенку а я напомню что набора категория 8 плюс будет вполне себе удобно играть и делать что угодно ведь это лего в первую очередь игрушка не того чтобы мы собрали и поставили на полку во вторых мне очень нравится эта замечательная функция когда мы немножко отодвигаем вот эту платформу и у нас выскакивает огонь и кстати говоря леговцы даже здесь поставили любителя хайграунда немного выше то есть применив вот эту функцию нам ничего не мешает как воспроизвести интересный момент из сериала затем у нас имеется здесь вот такая небольшая тележка которая у нас легко переворачивается и точно также высыпает этот огонь функция простая классическая но тоже в то же время играбельная правда потом приходится все маленькие детальки обратно собирать и красиво ставить по что-то эту функцию особо использовать не будешь еще эта антенна постоянно падает ну да ладно по локациям у нас имеется вот такая небольшая гора вполне она выполнена обычно ничего сказать что очень интересного но и особо разнообразие тоже к горе не применишь из которой нас стреляет а наша тала но ничего здесь особо уникального не имеется но в то же время интересно хотя бы мы в сериале это возвышенность была намного выше и вот такая установка с огнем или славой не знаю что это было точно она довольно таки тоже простая но и имеет очень хорошую на мой взгляд детализацию то есть тут у нас видимо что-то крутится перерабатывать как-то огонь и куда-то там не огонь а лава или воспламеняющиеся вещества и куда-либо переливается и так ребят подводя итог я могу сказать вам что набор очень хороший я наверное поставлю четыре с половиной балла из пятибалльной системы 0 5 баллов я снимаю лишь потому что мне не хватило одного одной мини фигурки и это имперский штурмовик я думаю в дополнение к вейдеру они бы здесь мини фигурки эти смотрелись бы просто замечательно ну а так в целом постройка довольно простая да она простая но здесь больше ничего и не хочется да и не нужно там не было никакой растительности или что-либо такого очень интересного просто небольшая локация на которой раз разместили мини фигурки делать из данной постройки диораму я не вижу смысла вообще никакого так нас freeform у нас достаточно большая диорама если сравнивать другими выглядит она очень хорошо и все здесь на месте я рекомендую данный набор к приобретению если у вас есть такая возможность потому что здесь очень интересные тремя фигурки уж точно кино и по моему нас такой вариации встречается единожды и только в этом наборе очень интересный уникальный дроид и у нас достаточно будет интересно я думаю и редкая версия дарта вейдера ребят у меня этом все подписывайтесь на канал если еще не подписаны вступать в группу вконтакте где мы укладываем все новинки лего его аналогов и также подписывайтесь на канал где будут выкладываться все новинки и так я надеюсь это первая моя новинка из грядущих и вы скоро увидите также новиночки летнего полугодия по звездным войнам у меня там все всем пока